Приветствую вас на первом уроке программирования для Олимпиады на языке C++. В данном уроке мы рассмотрим, почему именно C++, как это все работает, как работают сами программы и напишем с вами вашу первую программу. Сперва давайте скажем то, что C++ является очень популярным языком именно в Олимпиадах, его очень часто используют для Олимпиад. Для этого есть очень много причин. Первая причина является то, что и сам язык C++ является очень быстрым языком. То есть даже если код, который вы напишите, то есть сам синтекс кода будет большим, то его работа будет очень быстрым, то есть намного быстрее, чем остальные языки. Во-вторых, язык очень популярный, хотя и старый, но очень популярный. Нету ни одной области программирования, где C++ был бы бесполезен. Его очень часто используют в робототехнике, создании приложений, так и на мобильные приложения, так и как и десктопные приложения. Используется для создания игр, веб-сайтов и в многих других местах. Его активно поддерживают, его обновляют, то есть этот язык совсем не забыт. Но главным для меня плюсом этого языка был то, что этот язык очень полезен в качестве фундамента для обучения. То есть если C++ будет вашим первым языком, то в дальнейшем программирование у вас будет очень хороший опыт. Потому что C++ является не совсем сложным и не совсем легким языком в плане своего синтаксиса, в плане своего написания. Если бы вы начали свой первый язык, выбрали бы свой первый язык как Python, в котором синтакс является очень простым и понятным, то если бы вы потом в дальнейшем изучали другие языки или хотели бы поменять язык, вам бы это было чуть-чуть сложнее. А если вы начнете с C++, в котором синтакс является, так скажем, на среднем уровне, в котором, то если вы поменяете язык или хотите изучать другие языки, то это будет гораздо быстрее и легче для вас. Этот можно привести аналогии как с машиной. Если вы сначала научитесь механике, потом сядете на автомат, это будет гораздо легче, чем наоборот. Так, давайте поговорим о самих программах. Для меня лично программа ассоциируется с неким заводом. Завод, в который поступают вещи, продукты, и он выдает тебе какой-то результат, дает тебе конечный продукт. Как мы видим на этой картине, то мы видим завод, который производит хлеб. На этот завод, чтобы он работал, нужна мука и яйца. То есть ты даешь заводу эти вещи. В заводе происходит очень много процессов, такие как создание теста, пожарить этот хлеб. Весь этот процесс происходит, и вам в конечном итоге дают хлеб. К этой аналогии можно привести почти вся программа. Допустим, если вы играете в какую-нибудь стрелялку-игру, то и нажимаете на мышку, то ваш персонаж стреляет. То есть когда вы нажимаете на мышку, эти данные, то есть как продукты, входят в ваш завод, в вашу программу, там происходит очень много операций, и в конце ваш персонаж стреляет, давая этим самый последний продукт. И чтобы легче это описать, мы будем использовать flowchart. Flowchart — это такие схемы, которые объясняют весь процесс в вашей программе и легче показывают ваш алгоритм. Сегодня мы с вами изучим четыре, так скажем, формы, которые выполняют некую функцию. Как вы видите, первый овальный знак, овальная форма — это начало и конец. То есть чтобы ваша программа началась, мы его используем как показатель того, что она началась и как она закончилась. Мы используем этот параллелеграмм для того, чтобы показать, что мы используем какой-то продукт, то есть мы что-то вносим в нашу программу, то есть input, и что-то мы получаем от него, output. Этот премиугольник обозначает сам процесс, что там происходит. Еще вы видите, эту форму очень похожую на кристалл, и внутри этого кристалла будет наше условие, то есть if. Если условие будет правильным, то направление всего вашего кода пойдет в одну сторону, а если неправильным, то в другую. В примере это будет очень понятно. Так, посмотрим на наш первый пример. Вот начало нашего кода. Говорит, мы покидаем дом, то есть мы выходим из дома. Это начало нашей программы. Дальше мы смотрим на часы, то есть мы в нашу программу внедряем время. И мы задаем вопрос. Используем наш кристалл, чтобы показать условия. Если сейчас время еще нету 7 часов утра, то есть before 7am еще нету 7 часов утра, то наша программа пойдет в левом направлении, то есть отвечает да, еще нету 7, так что мы пойдем в эту сторону. А если уже после 7, то наша программа скажет нет, условия неправильные, и мы пойдем в это направление. Так, давайте рассмотрим вариант, в котором мы все-таки говорим, вышли чуть рано. Получается, мы идем налево и видим процесс, который говорит, мы берем общественный транспорт, чтобы дойти до школы. То есть конечный наш результат – это школа, дойти до школы. То есть мы берем общественный транспорт, потому что у нас еще есть время, еще нету 7, и у нас еще есть время, мы идем вниз и берем общественный транспорт. А если бы у нас не было, то есть мы бы вышли чуть позже, и не было бы 7 утра, то мы бы взяли такси, это процесс, и добрались в школу таким путем. То есть этот сам процесс описывается на флоучарте. Мы взяли из жизненного примера, но оно очень классно описывает это и именно как понимает эта программа. То есть такими методами работает и программа. Мы это все будем вносить в код под синтексом C++, но идея, логика самого кода будет примерно изображаться таким образом на флоучарте. Так, давайте возьмем еще один пример. Например, начало нашей программы, допустим, то же самое, что мы покидаем наш дом и на улице идет дождь или нет. То есть наше условие, мы даем, идет ли дождь на улице или его нет. Если дождь идет на улице, то мы говорим, что мы должны найти наш зонт, Umbrella, и дальше выйти из дома и дальше пойти по своим делам. А если на улице нет дождя, но мы просто пропускаем, нам не нужна наш зонтик и мы сразу же выходим из дома и как бы дальше идем по своим делам. Это тоже жизненный пример, но оно показывает логику, как все работает для программы. То есть как программа будет понимать все это. Давайте сейчас попробуем придумать одну задачу и сами его решить. Задача такова. У студента пишет экзамен, получает результаты этого экзамена. Если результат экзамена больше 50, то он проходит курс. А если этот экзамен меньше 50, то он должен еще раз пройти этот экзамен и пока не пройдет, он не может закончить курс. Вы можете поставить видео на паузу и сами решить его. Давайте я покажу, как это все делается. То есть мы начинаем. Можно сказать, что начало это будет вход в экзамен. Правильно. Дальше идет сам экзамен. Это процесс, который делает студент. Дальше мы получаем вводные данные в виде результатов экзамена. После того, как мы напишем экзамен, мы получаем результат. И дальше идет условие. Если результат больше 50. И после условия у нас есть два варианта. Либо результат будет больше 50, или он не будет больше 50. Да? Или нет? В случае, если он сдает экзамен на больше 50 баллов, он может окончить этот курс, тем самым завершая наш процесс. А вот смотрите, получается, если он не проходит 50 баллов, то есть он еще должен, еще раз должен зайти на экзамен. Мы можем сделать эту программу цикличной. То есть, когда он не проходит экзамен, он должен зайти на экзамен еще раз. Получается, смотрите, как работает наша программа. Начинается экзамен, студенты заходят на экзамен, получают свой балл и проверяют. Если балл больше 50, то они прошли курс. Если балл не достал 50, то есть меньше 50, то он должен еще раз пойти назад, еще раз дать экзамен, получить еще раз новый скорбь, и еще раз проверить новый скорбь на того, что он больше 50, и пройти этот курс. То есть, получается, мы можем даже делать такие циклы, что если студент, допустим, пару раз ошибется, и даже со второго раза он не сдадет экзамен, то он еще раз должен сдавать экзамен. То есть, наш студент будет сдавать экзамен, пока не наберет больше 50 баллов. Это такой пример, как работает flowchart и как работает логика программы. Мы в дальнейшем будем использовать это часто, потому что есть программы, которые ты не можешь вместить у себя в голове, и надо будет куда-то написать. Возможно, вы будете писать не именно так, а это всего лишь является синтаксом flowchart системы такой. Вы можете написать его, как вам удобно. В дальнейшем будет такая сложная программа, в которой вам нужно будет расписать огромные листки бумаг, чтобы понять, что откуда приходит, и что происходит, какой процесс происходит, состоит за вашей программой. Так, теперь давайте поговорим о том, где же пишется сама программа. Есть очень много среды разработок, чтобы писать на C++ языке, но я бы вам порекомендовал использовать DevC++, который является очень легким, в плане не займет много места на вашем компьютере, не будет его нагружать, и очень простым в использовании, и он будет полезен для нас до конца курса. То есть, вам ничего больше не надо будет скачивать. Сейчас я покажу вам, как можно скачать программу DevC++. Для этого заходим в ваш браузер и пишем «Скачать DevC++». Заходим на сайт codeline.ru, ссылку еще можете найти в описании. Чуть ниже мы увидим ссылку «Скачать DevC++». Нажимаем на нее и скачиваем установщик. После того, как вы скачали установщик, нажимаем на него. Выбираем язык, нажимаем «Ок». Нажимаем «Айгри». Тут ничего трогать не надо, нажимаем «Дальше». Я бы вам порекомендовал все оставить, как есть на этой странице, и нажать «Установить». После завершения установки нажимаем «Финиш». Выбираем язык, который более удобен для нас. Дальше вы можете выбрать свет, который вам больше нравится. Я предпочитаю «Обливин». И нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее». Нажимаем «Ок». Закрываем эту страницу. Сейчас мы с вами напишем ваш первый код «Hello World». Для того, чтобы это сделать, сначала надо создать файл. Для этого заходим в «Файл». «New source file». Или просто можете нажать на «Ctrl N». Сейчас я буду писать код, и попрошу вас просто переписывать за мной. Большинство кодов вы не поймете, и это не обязательно сейчас, потому что это немного сложно, и на следующих уроках мы все это объясним. Так что, если вы сейчас что-то не поймете, это не страшно, не надо паниковать, это нормально. Пишем «Include». Ставим хэштег, пишем «Include». Открываем такие скобки. Как вы могли заметить, если вы нажмете на этот знак, знак «Меньше», то он автоматически заполняет его, то есть ставит вторую половину. То есть, ваша среда разработки, то есть, DevC++ помогает вам писать ваш код. Получается, пишем внутри «IoStream». Дальше пишем «UsingNameStd». Ставим точку-запятую. Дальше пишем «IntName». Открываем и закрываем скобки. Внизу ставим фигурные скобки, и внутри фигурных скобок пишем «Cout». Ставим два знака «минус», то есть «меньше». И открываем две кавычки, и внутри пишем «Hello World». И в конце ставим точку-запятую. А потом пишем «Return Zero» и ставим точку-запятую. Так, теперь, чтобы запустить этот код, сначала нужно сделать три вещи. Первое — это сохранить, второе — скомпилировать, и третье — запустить. Надеюсь, сохранить все понятно, можете сохранить его где угодно. А вот компиляция — это такой процесс, который переводит, так скажем, ваш код, который видите перед собой. Тот код, который пишут люди, и могут понять люди, переводит в тот код, который может понять компьютер. То есть нули и однерки. Это производится автоматически. Но я хочу просто дать вам знать то, что любой код сначала надо скомпилировать, и только потом надо его запускать. Как видите, сверху есть кнопки «Compile» или можно нажать на F9, «Run» — F10, или «Compile and Run» — F11. Если мы сейчас его не сохраним, и сразу нажмем на «Compile and File», он попросит вас его сохранить. Я его сохраню на своем рабочем столе. И он сразу заранится. Он его сейчас компилирует. И выводит нам результат. Hello, world! Поздравляю, вы только что написали свой первый код. Есть другие способы сохранения вашего кода. Можете нажать на «File» и тут есть «Save». Ну, потому что мы его сохранили, уже нажать нельзя. Но если вы что-то тут поменяете, например, то можно будет его пересохранить. То есть, сохраняем изменения. Надеюсь, этот урок был вам полезен. В следующем уроке мы уже начнем разбирать все сначала именно программирование. Что такое перемены, что такое циклы и все такое. Так что оставайтесь с нами и удачи!